Девушки отдыхают Но увидели, что в принципе и так хорошо И у нас просто находится зодока, находится коробочка И тот, кто имеет что в сердце, открывает свою руку и кладет туда Тем не менее, сегодня мы посмотрим то, о чем говорит Писание в вопросах десятин Прежде всего, с чего мы начнем? Важно понимать, в разное время Бог по-разному общался с людьми Вы знали это, да? Вот я вижу, когда открываю Писание, что например До Ноя с людьми Бог по одному говорил После того, как был потоп, по-другому Потом приходит Моисей, вообще по-другому разговаривая А потом приходит Ишуа, Иисус И Бог как-то снова по-другому открывает себя Мы понимаем, что эпохи меняются Мы понимаем, что люди поменялись Обстоятельства поменялись Какие-то условия поменялись Как нам в этом всем разобраться? Как нам увидеть основную суть, основную мысль того Что Господь хотел вот сказать И вы знаете, я очень благодарен Богу за то, что Он Когда давал нам Писание, Он учил нас определенным принципам Вы знаете, что принципы это универсальная вещь Потому что если мы учим наших детей только правилам То придет такой момент в их жизни, когда у них не хватит этого правила Они не будут знать, как поступить Но если мы учим наших детей принципам Принципам Тогда они могут придумать правила Уловили разницу, да? То есть, иными словами Мы говорим, например, детям Нужно уважать старших Это принцип А из этого принципа существуют разные правила Например, уступать место Но если мы будем учить только правила Уступай место То в следующий раз, когда Он столкнется с чем-то новым О чем мы не говорили Он не будет знать, как правильно поступить Потому что Он не понял принцип Точно так же и Бог Обращаясь с людьми Мы понимаем, что Он находится над всем Он знает намного больше нас Это очевидно И Он учит нас принципам Например, один из таких явных принципов Нового Завета Это любить ближнего и любить Бога Амин? Это универсальный принцип А все остальное уже толкование То есть, в поступке каком-то, который ты делаешь Ты руководствуешься этим простым принципом Если я это сделаю Я его нарушу? Или я его утвержу? Я покажу, что я люблю ближнего? Или наоборот, я покажу, что я его не люблю? Точно так же Ну, как бы принципами Бог общался с людьми В вопросах даяний В вопросах пожертвований В вопросах десяти Итак Какие же основные периоды Если мы посмотрим в Писание Мы можем с вами увидеть Прежде всего Мы можем увидеть, что Был такой период Когда люди служили Богу так Как они представляли для себя правильным Не было каких-то вообще законов Не было народов, как народов Были люди И мы говорим В период до того Как появился народ израильский Ну, грубо говоря До Моисея Да? До Моисея То есть Бог производил какое-то действие В жизни человека И человек Ну, желая показать благодарность Желая выразить свое сердце Желая сказать спасибо Он делал нечто Именно так Как понимал И не было такого Что Бог посмотрел И вот Как бы Сказал мне Вот я хочу еще вот это Вот это Вот это Основной момент Основной принцип Всего этого дела Который важен был для Бога Делая это С открытым Искренним сердцем С чистым сердцем В простоте И мы помним Что Каин с Авелем Они Они приносили жертвы Перед этим же Нигде не написано Что Вы Когда я вас выгоню Из Эдемского сада Приносите мне жертвы Я хочу Нигде не сказано Мы видим Что Ной Когда плыл После того Как был потоп Он вышел С ковчега Со своей семьей И он Также принес Жертвы Бог ему этого Не говорил Но он Хотел сказать ему Спасибо Боже Спасибо тебе Что ты Спас нас От ввод потопа Это было нормально Позже мы Встречаем Историю Об Аврааме Когда Бог Обращается В 12 главе Книги Бытия К Аврааму И он призывает Его Выйди из Урахалдейского Приди в землю Которую я укажу тебе И Авраам Строит жертвенник Мы даже не понимаем Как он выглядел Его никто не учил Принципам Жертвоприношений Ну Не было у него Учебника Жертвенника Строительства Ну не было такого Он не знал Как его построить Боже Бог Сказал Каким должен быть Жертвенник Но он его построил И если вы посмотрите Книгу Бытие То жизнь Авраама Она сопровождалась Жертвенниками Он построил В одном месте Потом он Путешествовал Переселился Построил в другом месте Потом вернулся К первому Обновил его Снова принес Жертвы Люди Всегда Хотели Сказать Спасибо Спасибо Богу За то Что было В ихней жизни Это нормально Это нормально Для каждого Нормального Человека Согласитесь Мы Когда нам Кто-то делает Что-то хорошо Мы обязательно Говорим Спасибо А иногда Мы еще Говорим Вот вам Благодарность Коробка конфет Например Да Или еще Как принято В определенном Обществе Смотря Смотря Кому Вы Говорите Это Спасибо Итак Следующее Дальше Мы видим Что Народ Приходит В Египет В Египте Обратно Это не просто Еще народ Это группа Людей Мы должны Понимать Что Израиль Тогда как народ Еще не был Сформирован Это была Группа Людей Которая Жила По принципам Кланового Восприятия То есть Это был Род Были Патриархи Были Главы Родов Были Отцы И так Дальше И так Дальше И они Находились В Египте Они там Жили И мы знаем Что когда Бог выводит Еврейский народ Из Египта Он приводит Их В Синайскую Пустыню И там Бог Дает Закон Там Бог Дает Закон Именно Тогда Тогда Народ Становится Народом И мы С вами Несколько Служений Назад Говорили О том Что Разные Народы Они Формировались Под воздействием Времени То есть Законы Обычаи Традиции Любого народа Они сформированы Из-за того Что Люди Живут Общаются Принимают Какие-то Правила Между собой И это Формирует Их закон И то Как принято Вообще Жить В их Обществе Но Израильский Народ Он Уникальный Народ Потому что Он был Образован Богом И Бог Дает ему Закон Бог Дает ему Правила И говорит Очень хорошо Я Принимаю Благодарю Кто ее написал, эту книгу, да? Столько всего. И возьми теленка, и возьми козленка, отдели, потряси, подержи. И ты думаешь, вот это вот, зачем это все нужно? Бог устанавливает свой закон. И теперь Бог общается с человечеством, с людьми, не просто как, вот есть человек, и вот есть Бог, как это было раньше, но Он говорит, вот есть Я, Бог, а вот есть Вы, народ. Вы теперь приходите ко Мне как народ, как народ. Вот, и помните, что, когда мы читаем в законе Моисеевом, там говорится, что если ты захочешь принести жертву, то ты не можешь ее принести, где попало и какую попало. Она должна иметь определенные критерии, соответствовать качеству, и должна быть принесена на конкретном, определенном месте. И тогда я ее приму. И тогда я ее приму. Итак, то есть, следующий уровень отношений, которые Бог приходит к человечеству, это Бог и народ. И дальше мы читаем о том, что наступает очередной период, период Нового Завета, тот период, в котором мы живем сейчас с вами. И наши отношения с Господом, они складываются в разрезе «мы Его дети, а Он наш Отец». Друзья, это очень важный принцип. Мы Его дети, а Он наш Отец. Он обучает нас именно такому подходу к Нему. Он указывает нам именно вот такой путь приближения к Богу и угождение Ему. Итак, друзья, если мы посмотрим на все эти три периода человечества, целой истории, мы увидим, что принцип даяния следующий. Через наши даяния мы показываем свое отношение. Даяния, это универсальный принцип. Еще раз, есть правило, помните, мы говорили, а есть принцип, принцип. Какое у меня отношение, такое у меня и даяние. И мы все это очень хорошо знаем. Когда мы собираемся с вами на день рождения, мы задаем себе этот вопрос в первую очередь. Согласитесь, правда? Что ему подарить? Сколько ему лет? Там, 45, 50, 50, 50, это да, а надо дарить что-то серьезное. Насколько мы его знаем? Плохо мы его знаем? Что дарят человеку в 50 лет? Там у него все есть. Ну, такому человеку уж не подаришь, что попало. Да, и вот, я не знаю, у всех такое? Да, я думаю, что да, на самом деле. И начинаются торги внутри себя. Ты понимаешь, что о том, какие у вас отношения, они влияют на сумму вашего подарка. Согласитесь, правда? Потому что подарком можно сделать комплимент, подарком можно обидеть. Можно принести такой подарок человеку на день рождения, что он реально обидится. И ваши отношения, ну, они полностью разойдутся в разные стороны. А можно принести такой подарок, что вы приобретете человека, и он будет по сердцу, вы будете ему по сердцу, он будет по сердцу вам, и так далее. Итак, мы видим, что на самом деле, когда мы говорим о даяниях, когда мы говорим о приношении чего-то, это не изобретение Синайского завета, это не изобретение Нового завета. Это было в жизни людей всегда. Мы видим Каина и Авеля, первое упоминание о даяниях. Мы видим Ноя, видим Авраама. И, кстати, очень интересно, что Авраам был первым человеком, который принес десятину. Первое упоминание вообще о понятии десятины мы встречаем у Авраама, когда он встречал после победы царя Малхиседека. Помните, да? Это Бытие, 14 глава, 17-24 стих. Мы не будем зачитывать, вы запишите, вы сможете посмотреть эту ситуацию. И Авраам, желая сказать спасибо Господу за победу, он отделяет от своей прибыли, вернее от добычи, десятую часть, как то, что, можно так сказать, как то, что говорит спасибо, да, то, что показывает его состояние сердца. Он не должен, потому что закона нигде нет. Нету еще закона, никто не устанавливал никакие правила и рамки. Но он хочет это сделать. И он это делает. Итак, когда Бог созидает в пустыне народ, уже в Синайском законе, Бог дает им справедливые постановления. Очень интересно, в Второзаконии, 4 глава, 8 стих написано, «Если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня». То есть Бог дает правила. Бог утверждает место, где народ должен поклоняться Ему. Левит, 26 глава, 11-12 стих. «И поставлю жилище Мое среди вас, и душа Моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим народом, а вы будете Моим Богом. Поставлю жилище среди вас». И дальше в Второзаконии, 12-8. «Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем. Каждый, что ему кажется правильным». То есть, когда вы войдете в эту землю, ты не можешь делать так, как ты считаешь, что это правильно. Ещё раз, Бог конкретно говорит, что, как, где, сколько и каким образом необходимо человеку принести для того, чтобы выразить своё отношение к Богу через даяние. И для нас это нормально. Теперь мы понимаем, что Бог устанавливает определённый институт, институт священства. Что было? Краткая история. 12 колен, которые получают уделы. Только одно колено Левия не получает надел, то есть, свою землю среди колен. Левиты получают 48 городов, которые были раскинуты по всем коленам Израиля. Они живут в них, учат людей Торе и так далее, и так далее. И на ответственность колена Левия полагаются все те вопросы, которые связаны со служением Богу. То есть, вопросы храма, вопросы жертвоприношений, вопросы обучения и так далее, и так далее, и так далее. И есть очень высокий уровень требований к этим служителям. Очень высокий. То есть, это люди, которые в определённых моментах даже рисковали своей жизнью, приближаясь к Богу. Мы знаем такие истории. И Бог говорит о том, чтобы эти люди жили, есть определённый порядок. Израиль, мы теперь с вами не просто люди, бродящие по пустыне, мы народ. Мы устанавливаем бюджет для того, чтобы эти левиты, они могли жить, причём не существовать просто от дня в день, не млачить какую-то такую вот жизнь непонятную. Но вы, все 11 колен Израиля, ответственны за то, чтобы покрывать все нужды этого колена. То есть, у них есть ответственность делать вопросы, связанные с храмом, а у вас есть ответственность позаботиться о том, чтобы они ни в чём не нуждались. Это была идея не людей. Друзья, десятину не придумал Господь. Храмовых служителей не придумал Господь, вернее, не придумали люди, придумал Господь. Понимаете, да? Это не люди просто сели и подумали, ну как же нам это сделать, как же, как же, давайте бросим жребий, кто будет этим коленом, а давайте теперь подумаем, как же, за что они будут жить, давайте придумаем какой-то бюджет, может налог, может что и так далее. Абсолютно нет, Бог говорит, послушайте, будет вот так. Я так вижу. Для меня вот так вот подходит. Я хочу, чтобы вы это делали, чтобы вы приходили, приносили и так далее, и так далее. Итак, источником финансирования левитом является народ, на который возлагается ответственность в виде десятин, в виде налогов, жертв, а также различные обеты, которые человек отдавал тоже в пользу народа леви. И кроме всего этого, кроме всего этого, Бог говорит, более того, левий это хорошо, но кроме этого на народ возлагается ответственность о том, чтобы позаботиться о слабых людях, о слабых слоях населения, социально незащищенных, вдовах, сиротах, тех, кто обеднел, неебущий и так далее, и так далее, и так далее. Он говорит, народ, за эту категорию людей вы также несете ответственность. Поэтому он говорит, закон, который у меня, справедливый. Говорит, есть ли такой закон, посмотрите, пожалуйста, вокруг, вокруг ваших стран, есть ли такой справедливый закон? Говорит, нет. И мы знаем, что действительно не было такого. Мы знаем, что действительно не заморачивались. Ну, если ты бедный, иди в рабство, и все. А мы знаем здесь, что Бог, устанавливая законы о рабах евреев, Он говорит совершенно о невероятных вещах для того времени. А возьмите хотя бы тот же юбилейный год, чего стоит. Ты можешь полностью уйти в ноль. Но когда-то ты знаешь, что может быть не ты, но твои дети, им вернется вся твоя земля. И снова начнется шанс восстановиться. И снова начнется возможность, дастся Богом возможность все начать сначала. Итак, когда мы говорим о священниках-элитах, мы читаем числа 18 главу полностью. Вся глава посвящена вопросам поддержки и содержания колена левия. И посредством закона Бог начинает формировать Израиль, воспитывать. Он вкладывает в них понятие жертвы, о которой будет позже им известно. Как мы читаем в Галатах 3 глава 24 стих, что закон был детоводителем ко Христу. То есть закон, он подготавливал мышление человека к тому, чтобы принять Христа, принять Его жертву, принять новые, принципиально новые взаимоотношения. И мы с мамой, когда воспитываем наших детей, мы тоже начинаем с чего? Мы начинаем с правил. Правда? Мы же не берем нашего двухлетнего ребенка, не садим его и говорим. А теперь, дорогой, мы будем учить тебя принципу. Возлюби Господа и всех ближних. Для ребенка двухлетнего очень сложно понять понятие любви. Тем более им руководствоваться. Это достаточно взрослое понятие. Поэтому мы начинаем учить наших детей таким образом. Сюда ходи, сюда не ходи. В песочнице лопаткой иметь никого нельзя. Вот здесь вот нельзя. Кошку надо гладить, обижать ее не надо. Мы учим любви. Да? Но мы делаем это через правила. Потому что это ребенок. Но когда наш ребенок уже возрослел, мы можем просто говорить, поступай по любви. Он уже способен осознать принцип. То же самое, когда Бог дал закон, Синайский закон. Это были вот такие заповеди. Он говорил, раз, два, три, четыре, пять. Сюда ходи, сюда не ходи. Ай-яй-яй. Подошел где-то там, Бог сделал ему там, знаете, что Бог делает, да? Обычно, когда от народ отходит. Вернул, поправил, исправил и так далее, и так далее. И он этим готовил, что придет момент, когда отношения людей и Бога будут на принципе простых двух заповедей. Возлюби Господа, и возлюби ближних. И к этому принципу надо вырасти, друзья. Это принцип Нового Завета. Именно это, к этому вел этот детоводитель закон Синайя. К отношениям любви. Итак, что же получали потомки Авраама? Священники, которые находились в храме, которые находились по всем коленам Израиля. Они получали часть от всего посвящаемого. То есть, если кто-то что-то посвящал. Всякое приношение хлебное. Всякую жертву за грех. Всякая жертва повинности. Все возношения. Все лучшее из елея, все лучшее из винограда и хлеба. Все первые произведения земли. Заклятое в земле Израилевой, да будет твоим. То есть, все, что посвященное. Если человек, он посвящал что-то Господу, это становилось собственностью колена Левия. Десятину, а также все, что первородное, все, что разверзало ложь, ложесно. И все то, что получали сыны Левия, не было, не было каким-то остатком. Ну вот, знаете, я там как бы ходил-ходил и думаю, что ж это у меня осталось еще? А, если у меня еще мешок картошки, отдам его в церковь. Хай там уже, у меня уже, я уже не могу ее есть. Или там уже сейчас испортится. Да, ешьте борщ, потому что испортится. Знаете, как это самое мы говорим иногда. Абсолютно нет. Бог говорит, принцип другой. Ты должен взять лучшее. Не левиты изобрели это. Бог говорит, ты возьми лучшее и занеси в храм. Ты возьми хорошее. Вот ты хочешь принести жертву? Принеси. Только вот эта часть, она будет принадлежать священнику. Вот это левитам. Они могут ее есть. Первородное. У тебя собрал, вот ты первый урожай. Он лучший из лучших. Самый красивый. Такой вот, ну, свежий, да? Берешь его и приносишь. Не остаток. Не то, что где-то по сусекам наскреблось. Но лучшие ты приносишь и говоришь, Боже, я делаю так, как ты мне говоришь. Итак, мы не видим здесь во всех этих отношениях, что левиты, они должны ходить и выпрашивать. Мы не видим, что левиты, они должны чувствовать себя, знаете, как бы, как это сказать, контролироваться этими приношениями. Или как-то, ну, вот, быть, знаете, типа, да не-не-не, на самом деле мы люди бедные. Это так вот как-то. Нет. Абсолютно нет. Нет, мы не видим, что левиты, они, у них, ну, как бы, должно было быть такое вот, что они бедные люди. Абсолютно нет. Израиль заботился о них. Итак, фактически десятина имела функции такого государственного налога. Она была обязательной. Она была обязательной. Бог обращается ко всему Израилю, говорит, делай, делай. Если ты хотел быть человеком, который угождает Богу во времена Синайского закона, ты должен был это делать. Это нормальная практика того времени, это обязательно. И под угрозой вообще взаимоотношений находилось целое общество, как мы с вами говорили, потому что Бог, Он не просто говорил личность с личностью, но Бог начинает говорить как с народом, с обществом. И если общество не исполняло Божьи заповеди, то, как правило, отношения у них портились. И для Бога было очень важно, чтобы человек, который приносит десятину, он не приносил ее просто так. Абсолютно нет. Амоса 4 глава с 4 по 6 стих. «Идите в Ефиль, идете в Ефиль и грешите, Галгал, и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши хоть каждые три дня. Приносите в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них. Ибо это вы любите, сыны Израилева», говорит Господь Бог. «Зато я дам вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших, но вы не обратитесь ко мне», говорит Господь. Иными словами, Бог говорит, что вы допускаете грех в свое сердце. Это грех очень большой и сильный. И для меня, в общем-то, нет разницы, что вы приносите где-то жертвы, что вы приносите десятины хоть каждых три дня. Абсолютно ничего это не значит, потому что ваше сердце, оно не близко ко мне, ваше сердце далеко от меня. Иными словами, недостаточно просто было прийти, отсчитать в храме и сказать, «Теперь от Господа я откупился, теперь творю, что хочу». Не считается, так это не работает, так это не было устроено. Если человек не стремился к послушанию Богу, все работало тогда в холостую, оно теряло смысл. И очень важный момент, который периодически мы не замечаем. Нигде в Торе, нигде в Писании не написано о том, что было предусмотрено наказание для людей, которые не платили десятину. Нигде мы такого не видим. Например, знаете, как в других вопросах каких-то. Если ты найдешь человека, который не платит десятину, выведи его за город и побей камнями, все имущество забери и отдай в храм. Абсолютно такого не было. Но, что происходило? И мы видим это из Мест Писания. Люди переставали давать десятину, потому что они отходили от Бога. У них переставали быть отношения с Богом. И, как следствие, колено левия, у которого не было земли, у которого не было какого-то там, знаете, животноводства, бизнеса, у них были огороды небольшие, и 48 городов по всему Израилю, это очень мало, потому что города того уровня, это фактически наши маленькие села. Ну, то есть, это не города. Там, где есть большие инфраструктуры и так далее, и так далее. И надо учитывать то время. И левиты, они понимали о том, что обеспечения нет. Что мы будем делать? Пойдем наниматься где-то на работу. Пойдем где-то вспахивать те кусочки, которые у нас есть. У нас нет времени служить Израилю, как священники. Мы не можем обучать еврейский народ. Мы не можем приходить и приносить жертвы в храме, потому что нечего приносить. Народ не приносит. Мы не можем жить, но заботиться о своей семье, о своей жизни. И они уходили. И как следствием такого ухода, Израиль приходил еще в больший упадок. И отношения с Богом, они абсолютно портились. Абсолютно портились. Услышите, да, друзья? Иными словами, нет прямого проклятия за недавание осетин. Но есть последствия. Есть последствия отдаления от Бога. Есть последствия того, что через неделание правильных, Богом установленных вещей, приходила тьма в жизнь народа. Приходило отступление. И мы знаем, что такие отступления, они заканчивались то пленом, то какими-то нападениями, то какими-то горем каким-то и так далее, и тому подобное. Итак, когда мы читаем в Писании о десятинах, мы можем увидеть на самом деле, что еврейский народ, он очень активно участвовал в даяниях. И если мы посчитаем, то каждый месяц примерно 21,5% процент, 21,5% отдавалось на служение, отдавалось на десятины. И мы сейчас с вами посмотрим это увидеть. Прежде всего, важно помнить, из Писания мы узнаем о том, что на самом деле было три десятины. На самом деле было три десятины. Не одна, как принято иногда говорить в церквях. А ты десятину сдал? Можно спросить, какую? Да, потому что десятины, с точки зрения Синайского закона, было три. О первой десятине мы читаем в числах 18 глава. То, что мы с вами говорили, там вся глава, это десятина, которая была посвящаема для священников и левитов, для колена левия. И также левит, 27 глава, 30 стих, говорит, «И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня». Всякая десятина, она принадлежит Господу. И Бог дальше, Он говорит колену левия о том, что Я отдаю это Вам. То есть, числа 18 глава, очень подробно, мы не будем читать всю главу, но вы запишите, пожалуйста, и прочитайте. И там написано о том, что для священника, для левита приноси вот это, вот это, вот это, и целый, это будет Твое. Я даю тебе, это будет Твое. Принимай это. Лучшее, лучшая мука, лучший хлеб, лучшие плоды, первородное, ну то, что мы с вами говорили. Итак, то, что первая десятина. Была также следующая десятина, так называемая Иерусалимская десятина. И о ней мы читаем во второсаконии. 16 глава с 16 по 17 стих. Там написано так. Три раза в году весь мужской пол должен являться пред лицей Господа, Бога Твоего, на место, которое Он изберет. В праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться пред лицей Господа с пустыми руками. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благоволению Господа, Бога Твоего, какое Он дал тебе. А также есть еще такое место. Это второзаконие 14 глава 22 по 27 стихи. Посмотрите, запишите его, посмотрите. Итак, оказывается, необходимо было три раза в год всему еврейскому населению приходить перед лицом Божьим в Иерусалим. И это была ответственность отца дома в том, чтобы семейство пришло. Представьте, чтобы вам была такая ответственность. Например, три раза в год приходить в Киев пешком, да, так далее, поезде нельзя было поехать, всей семьей находиться там, допустим, неделю и возвращаться. Когда мы сейчас размышляем о том, чтобы поехать на ретрит один раз в год, я очень часто слышу о том, что это невероятно дорого и нет на это денег. Нет на это денег. Ну, просто никак. Нет. И Бог, Он хочет, чтобы народ приходил, поэтому Он говорит, я бы хотел, чтобы вы откладывали еще 10% для таких поездок, Иерусалимская десятина. И чтобы, когда вы шли туда, вы брали с собой еще левитов, которые живут с вами попутно. Но ваша ответственность взять в первую очередь свою семью и приди для того, чтобы поклониться мне. Это тоже действие веры. Это то, что необходимо было сделать. Итак, Бог возлагает на главу семьи не только ответственность за материальное обеспечение семьи, но Бог возлагает на главу семьи ответственность за духовную заботу о своей семье. Поэтому Он говорит, приходи ко мне. А для того, чтобы ты не размышлял сильно долго, не одалживал, не входил в какие-то долги, отложи на это денег. Там написано дальше, если вы почитаете места, эти мы из-за времени, мы не будем разбирать в деталях, но тем не менее, это также второзаконие 26 глава с 1 по 10 стих говорит об этом. Возьми, принеси, ешь, радуйся перед Господом, веселись, и пускай это не тяготит твое сердце, что ты не можешь прийти к Богу. Итак, следующая десятина, это десятина бедных. И это действительно три разные десятины, друзья. Таразонгония, 14 глава, 28-29 стих. По прошествии же трех лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих. И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобой, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих. И пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать. По прошествии трех лет, то есть каждых три года ты откладывал еще одну десятину. Понимаете, да? И люди из этого социально незащищенного слоя, они приходили к тебе домой и питались. То есть что это может быть? Это могло быть зерно, плоды, это возможно если ты откладывал что-то, торговал чем-то, и у тебя была какая-то прибыль, если ты имел скот, ты его продал, ты мог также жертвовать, то есть это то, что питало. Иными словами, два года это было 19%, да? А три года это было 29%, не один год, каждый третий год это было 29%, потому что поэтому среднее, если мы так раскидываем на все года, это получается 21,5%, примерно так, ну, округляем, да? Итак, принципы даяния, принципы заботы. И мы понимаем, что эта десятина, она отличается от предыдущих, но она установлена также Богом. И бедные, они, приходя к тебе, не выпрашивали ее, они приходили и наслаждались этим в простоте сердца. Ты не мог гордиться этим, ты не мог давать это, как вы знаете, с таком надменным состоянием сердца. Нет, Бог установил такой справедливый закон. Итак, что же относительно того времени, в которое мы с вами живем? Что же относительно периода Бритха Даша, периода Нового Завета? Прежде всего, нам очень важно понимать, что когда мы читаем об Ишуа, о Иисусе, когда мы читаем о апостолах, когда мы читаем послания, которые были написаны, на тот момент храм, он стоял, он не был разрушен, колено левия по-прежнему служила, колено левия приносило, им приносили десятины, они приносили жертвы, был жертвенник, был ковчег, было святое святых, все оставалось на своих местах. И мы нигде не видим о том, что апостолы, они приходили и в синагогу и говорили следующее, а теперь уважаемые товарищи евреи, отменяется десятина храмовая, теперь приносите все апостолу Петру, у него есть там книжка, в которую надо все записать, и мы будем это раздавать, и так далее, и тому подобное. Абсолютно нет, абсолютно нет. Десятины они продолжали приноситься, о бедных людях продолжали заботиться, по-прежнему откладывалась Иерусалимская Десятина, по-прежнему люди приходили на паломничество в храм. При этом мы видим, что Ишуа, посылая своих учеников, он говорит о том, что вы не заботитесь о том, что вам кушать, потому что если вы придете в какой-то дом, если это люди достойные, они принимают Господа, они о вас позаботятся. И нужно помнить, что посылал-то он не левитов, он посылал простых израильтян из разных колен. И по идее, приходя кому-то в дом, никто не обязан был о них заботиться, так как о левитах, потому что они не из этого колена. Тем не менее, Ишуа говорит о том, что вы не переживайте. И то же самое, когда мы читаем о посланиях апостолов с увещеванием к церквям в различных местах, о том, чтобы позаботились о служителях Нового Завета, это дополнительная забота, несмотря на те приношения, которые приносились в храм. Это дополнительная забота о служителях Нового Завета. Итак, мы понимаем, что храм постоял до 70-го года. После 70-го года храм был разрушен. И встает вполне законный вопрос. Собственно говоря, а куда приносить десятины? И вообще, нужно ли их приносить? Потому что все смешалось, люди-кони, все на куче, никто не знает уже толком, где левиты, где не левиты. Левиты не живут среди Израиля, они рассеяны по всему лицу земли, и непонятно, что творится. Какие десятины? Мы понимаем, что когда мы говорим о трех видах десятин, то мы не можем их приносить, даже если бы мы захотели. Согласитесь, у нас нет храма, у нас нет колена левия. Условия приношения, они поменялись. Нет возможности их приносить. Тем не менее, мы нигде не видим, что Бог отменяет заботу о служителях Нового Завета. Потому что забота о служителях Нового Завета, она не была привязана к храму. Друзья, она не была привязана к тому, что было сказано в Синайском Завете. Итак, Матфея 8, 10 глава говорит с 8 стиха. Даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одеж, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Луки 10, глава 7 стих. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достойн награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Итак, когда мы говорим о том, должны ли мы, как верующие люди, приносить десятины в Новом Завете, в отношениях к Новом Завете, то я хочу вам сказать следующее, что размер наших приложений, приношений, он может быть не ограничен словом 10. Это вопрос нашей веры, и это вопрос нашей любви. и не стоит подходить к этому вопросу именно так, как мы подходили в Синайском законе. Вот именно столько, вот именно вот так. Помните, мы говорили о том, что в детстве мы учим вот так детей наших, точно, точно, туда ходи, сюда не ходи, но Новый Завет это отношения более высокого уровня, отношения более качественные, и Бог учит нас принципам, принципам заботы о слабых слоях населения, принципах заботы о служителях, принципах заботы об общине, Бог не сдерживает наше сердце. Представьте, что у вас есть мама, папа, да, у всех у нас в принципе, в большинстве из нас есть мамы, папы, и они уже в возрасте, и мы с ними имеем такие взаимоотношения, вот они заболели или что-то у них произошло, мы приходим и говорим, ты знаешь, мама, я получил сегодня зарплату, я отделяю тебе десятину, на тебе на лечение, а она говорит, спасибо, только мне не хватает, мы говорим, извини, десятина есть десятина, я же не могу дать больше, у меня тоже есть дела, вы понимаете, да, страшно быть такой мамой, ну страшно иметь такую старость, потому что на самом деле такой подход, он говорит о том, что нет отношений, на самом деле такой подход говорит о том, что наше сердце, оно неправильно в сторону наших родителей, это не подход любви, это подход буквы, подход цифры, подход закона, это младенчество, друзья, Потому что, вот знаете, дети до определенного возраста, они могут себя так вести. Но когда мы говорим о действительно принципах любви, о действительно принципах даяния, очень грустно, когда мы как верующие вгоняем себя в рамки 10 только процентов. Пугаем еще друг друга какими-то проклятиями. «И придет, и да задавит это мыло». Послушайте, даже в Ветхом Завете в Синайском законе Бог не пугал. Бог просто объяснял о том, что если вы не будете это делать, то придет как результат вашего неделания вот такое состояние. И в Малахии Бог говорит детям отступников и говорит, «Вы попробуйте меня хотя бы раз испытать, но хотя бы я в Бога невестный открою». Ну хорошо, один раз испытал, понял, дальше испытывать не надо. Он открыл. Друзья, не нужно находиться в этом состоянии, не нужно пугать друг друга какими-то проклятиями. Принцип любви – это то основное, чему Бог стремится научить нас в десятинах, в приношениях, в даяниях. Принцип любви. И вы знаете, Матфея 5 глава, 20 стих, говорит следующее. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете в Царство Небесное». Не войдете в Царство Небесное. Книжники и фарисеи давали три десятины, и никто из них не роптал. Они знали, как это сделать. И Ишуа говорил, что вы даете десятину с тмина, мяты, с каких-то маловажных даже, таких вот незначащих вещей, но вы оставили суд, любовь, и ваше сердце неправильное. Он говорит, того надо делать, но и этого надо не забывать. Наша праведность, она должна превзойти то, что там находилось в Синайском завете. Друзья, наше правильное положение, потому что если то правило учило такому уровню отношений, то сколь же большему уровню мы должны научиться, находясь в отношениях Нового Звета. Друзья, если то было младенчество, то что должно быть у нас? И мы говорим, как это написано в Нагорной проповеди, да, когда Ишуа обращается и говорит, посмотришь на женщину с вожделением, уже в сердце прелюбодействовал. Раньше такого не было. Раньше можно было смотреть, главное не трогать, да? А Ишу говорит, нет, 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 мы меняем уровень, мы поднимаем его. И мы понимаем, что автоматически, не вожилав в сердце, ты уж никак ее не тронешь. Ты автоматически соблюдаешь тот уровень закона, тот уровень правил, который был перед этим. Автоматически, если мы принципами любви даем столько, сколько необходимо на какую-то нужду. Друзья, мы автоматически покрываем уровень, возможно, 20%, возможно, 30%. Я не знаю, вопрос отношений, вопрос вашего сердца, вопрос то, что есть там, внутри. Вы можете по-прежнему говорить, Бог, я люблю тебя. Вот таким образом. И десятина на сегодняшний момент, это не налог. Это не какая-то кара, посланная верующим людям. Это возможность сказать спасибо, возможность показать свое сердце, возможность показать свою зрелость. Друзья, это нормально. И мы говорили о том, что десятина – это не остатки в твоей кладовке. Десятина – это лучшее. Десятина – это в первую очередь. Десятина – это то, что радует Господа. Это то, что дает тебе возможность приходить на служение. Дает возможность, чтобы это служение было. Друзья, чтобы твоя семья, она духовно развивалась. Это значит вложить в то духовное развитие, которое получат твои дети на детском служении. На каких-то, может быть, детских лагерях христианских. На каких-то проектах молодежных. Десятина – это уровень, друзья. То я хочу, чтобы они поехали в лагерь. Поэтому я вложу в детское служение. Поэтому я вложу в служение прославления. Я вложу в какие-то реабилитационные центры. Я хочу, чтобы мой народ был сильный. И не вопрос здесь суммы. Вопрос сердца. Вопрос моего стремления. Вопрос возраста. Вопрос моей зрелости. Потому что написано, что новый закон – это закон царский. Закон любви. Не закон буквы. Не закон пронуждения. И здесь вообще не идет о размере нашей ответственности. Здесь речь не идет о размере нашей ответственности. Здесь речь идет о нужде. И когда мы заботимся о своих родителям, не вопрос суммы. Вопрос сердца. И мы будем поддерживать наших родителей, если мы их любим. Мы будем заботиться о них. То же самое мы будем вкладывать в наших детей, если мы их любим. И мы не будем говорить, извините, закончилось. Нет. Мы будем искать какие-то возможности. Потому что любовь никогда не говорит достаточно. Пока есть нужда, есть ответ. Именно, вы знаете, друзья, наше даяние – это как лакмусовая бумажка, которая показывает, что есть в нашем сердце. Это тот тестер, который делает явным состояние нашего сердца. Это то, что, знаете, как бы близко нам, вот этот кошелек с этими копеечками. И насколько мы можем его отдать. И в прошлый раз мы с вами говорили, что не важно, сколько у тебя есть, важно, что ты с этим делаешь. И как ты это отдаешь. Бог почитает бедную вдову, которая кладет две гривны, две лепты, за которых сейчас ничего не купишь уже толком, да? Даже поесть нормально, ты полку пуханки хлеба купишь. Бог почитает человека, дающего с правильным сердцем. Поэтому, если мы говорим о любви к Богу, мы будем говорить о заботе друг о друге. Мы будем говорить о заботе, о служении. Будем говорить о том, чтобы поддерживать нуждающихся. Не переводить стрелки на общину и говорить, теперь это их вопрос. Это мой вопрос, потому что я вижу брата нуждающегося. И я хочу, чтобы в общине развивались служения. Я хочу, чтобы мои дети получали духовный хлеб. Я хочу, чтобы мы были большой, крепкой общиной. Потому что через это мы приносим все вместе славу Господу и большой плод. Итак, друзья, давать ли десятины в Новом Завете? Я думаю, что нужно давать больше. И не привязывать себя к цифре. И когда человек приходит и говорит, а если я буду давать семь процентов, что? Бог меня почтит. Послушай, если ты уже задаешь такой вопрос, разберись немножко со твоим сердцем. Здесь есть проблема. Если ты вот так подходишь к Богу. А если я маму буду поддерживать на семь процентов, а не на десять? Послушай, ты разберись, любишь ли ты ее? А если разберись сердцем, что там? Где оно? Где твое сокровище? В чем оно сокрыто? Аллилуйя. Давайте мы встанем на ноги. Боже, я молюсь о том, чтобы ты сейчас дал нам сокрушение в сердце. Господь от всякого неправильного подхода, ни всякого неправильного, ни Божьего представления о даянии, о десятинах. Когда мы подходили, Господь, как, Боже, вот такие вот люди, законники, которые, Боже, неправильно смотрели и говорили, «Господь, вот на тебе, я откупился, и приставай ко мне, не трогай меня» и так далее и тому подобное. Боже, да не будет так в нашем сердце. Но дай нам от всего сердца, в простоте, в любви, Господь, в виде нужду откликаться, Боже, и не считать это. Не считать это. Но делать это из уважения к Тебе, Господь, из-за, может, почтения к Твоей жертве, из-за почтения к Твоему даянию в нашу жизнь, Господь. Откликаться на нужду, Господь, в простоте сердца, в открытости, Господь, с легкостью, Боже, не под принуждением каким-то, Господь. Потому что мы знаем, что доброходно дающего Ты любишь, того, кто искренне, Боже, поступает, того, кто честно, Господь. Мы просим о том, чтобы Ты помог нам в наших поступках, своей Божьей праведностью, своими делами, превзойти уровень книжников и фарисеев. Всех тех, кто, Боже, был принципиален в чем-то, Господь. Перейти дальше, мы хотим вырасти, Господь. И я молюсь о том, чтобы, Бог, Ты открывал нам перспективу Божьей развития общины. Ты вкладывал в нас это стремление, Господь, иметь сильную Божью общину, иметь образованных детей, иметь, Боже, развитые служения, Господь, в которых бы не были нужны, Господь. Смотреть на служителей, Господь, и понимать, что, Боже, они свободны в том, чтобы заниматься, Господь, Твоими делами. Боже, и да будет это по Слову Твоему в нашей жизни. Мы хотим быть благословенными. Мы хотим этой благодати от Тебя. И мы благословляем Тебя, Царя Славы. Благословляем Тебя, Бога Крепкого. Во имя Ишуа Мессии. Во имя Ишуа Мессии. Пускай Господь вас сегодня благословит этим пониманием, друзья. Открывайте свое сердце и жертвуйте. Потому что это закон свободы, закон любви. Вы свободны дать столько, сколько хотите. Используйте эту свободу во славу Господа. Будьте благословенны в даянии. Смотрите вокруг себя. Отвечайте на нужные своих братьев и сестер. Поддерживайте руки тех, кто устали. Благословляйте тех, кто причется о вас. И придет Божье благословение. Аминь. Аллилуйя. Давайте сейчас споем. У нас сегодня с вами еще причастие. И это очень важно. Приготовить свое сердце в полноте. Аллилуйя. Аллилуйя. Пред тобой мой Творец преклонюсь И воятья Твоих отдаюсь Жажду пьешь Всего пребываю Лишь с Тобой Бог славный и святой Ты превосносим, мы поем Тебе Только Ты один достоин Мы превосносим, мы поем Тебе Пред тобой мой Творец преклонюсь И богатствия Твоих отдаюсь И жажду ложь Всего пребывать Лишь с Тобой Бог мой славный и святой Мы превосносим, мы поем Тебе Только Ты один достоин Мы превосносим, мы поем Тебе Бог мой славный и святой Мы превосносим, мы поем Тебе Только Ты один достоин Мы превосносим, мы поем Тебе Юмон Тебе Тебе У тебя самое рабочее было посвятить. И когда нашлось, что в игре Вас глядут громко о том, Что не такие, как ты, Что не такие, как ты. И мы пришли, чтобы в игре Вас глядут громко о том, Что не такие, как ты, Что не такие, как ты. И мы пришли, чтобы в игре Вас глядут громко о том, Что не такие, как ты, Что не такие, как ты. И мы пришли, чтобы не возьмем еще одно, что не родим, как ты, что не родим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok